Пригласил вас Василий Николаевич Сергеевич Эдуардович для того, чтобы затронуть вопросы, которые находятся в сфере вашей деятельности. Многие начнут говорить, что у нас в бюджете денег не хватает, поэтому мы про налоги заговорили. Ну, это обычное заявление наших свядомых протестунов. Абсолютно нет. Как раз удивительно, но бюджет складывается лучше даже, чем мы думали и лучше, чем могло быть. Но это не значит, что мы должны уйти от фундаментальных вопросов, о которых мы говорили. Уплата налогов – это дело святое. Я очень часто приводил примеры других государств, где ответственность за нарушение налогового законодательства самая страшная. В так называемых демократических странах, в Соединенных Штатах Америки и других, преступление номер один – это неуплата налогов. Ну, может быть, поэтому они богатые государства, потому что там каждый человек, любой человек, не думает даже о том, чтобы как-то не уплатить налоги или обойти налоговое законодательство. Вперед заплатят, чтобы к нему не было претензий. Поэтому, да, это один из вопросов, поручений выдано очень много. Мы кое-что увидели и извлекли уроки из прошлого, особенно прошлого года. Было поручено усовершенствовать налоговое законодательство – это главный вопрос, как идет усовершенствование. Чтобы человек мог уплатить налоги, он должен понимать, за что и сколько он должен платить. А это должно быть просто. Это не надо закончить факультет и изучать высшую математику, чтобы вычислить налоги. Поэтому налоговое законодательство, оно постоянно требует совершенствования. И еще один момент, вот сегодня я хотел бы поднять этот вопрос. Мы в последнее время, исходя из уроков прошлого года, увидели, кто есть кто. И жестко и принципиально начали требовать уплату налогов и нормального поведения просто бизнесмена. Я не имею в виду, что бизнесмен – это бесправный человек и не имеет права на собственное мнение. Абсолютно нет. Но всегда подчеркиваю, и я думаю, что умные бизнесмены меня услышали, что политика и бизнес – это вещи разные. Все в законах не пропишешь, и законы то разные, что в политике, что в бизнесе. Законы разные. Любой бизнесмен, который хочет заниматься политикой, он должен строго следовать законам. Политики и бизнесмены должны соблюдать законы. Но если ты проворовался, как у нас это частенько бывает, и примеры знаем, и поперся потом в политику, чтобы прикрыть это все, и если вдруг что-то, то обвинить власть, что вот, знаете, я вот честный бизнесмен, я пошел в политике, поэтому меня зажали тут. Ну, так же бывало, вон, некоторые сидельцы сегодня там находящиеся, это на злобу, так себя и вели. Вот это будет пресекаться. Пресекаться однозначно, и не надо на власть обижаться. Когда-то дедушка Ленин говорил, я это очень хорошо учил на ИСФАКе, лишь тогда власть чего-то стоит, если она умеет защитить сама себя. Примерно так он сказал. Но я могу здесь добавить, эта власть тогда чего-то стоит, если она не только себя может защитить, но и свой народ. И власть, это не проходной двор. В одну дверь зашел, в другую вышел. Это очень серьезное дело, это государство, это люди, миллионы людей, поэтому бизнесмены это должны четко понимать. Еще раз подчеркиваю, Это не значит, что бизнесменам, руководителям компаний запрещено идти во власть. Можно, но для этого есть выборы. Идите, боритесь и будьте неподкупными, и поступайте так в жизни, чтобы не за что было тебя зацепить. Как тут один с картинами и прочее наворовал миллионы долларов и пошел на выборы. Что пошел? Понятно, надо было это все прикрыть, сейчас это все видно, все это воровство. Так оно всегда происходит. Поэтому во власть надо идти с чистыми руками. Ну и еще один момент. Вы знаете, мы в последнее время очень принципиально по закону относимся к тем, кто должен платить налоги, кто занимается предпринимательской деятельностью. Я вот хочу вас просто попросить и предупредить. Мы под эту вот марку ни в коем случае не должны обидеть людей, которые честно трудятся, которые занимаются по закону бизнесом, занимаются предпринимательством. Я их сюда приглашал и обещал им, все, о чем мы договоримся на основании закона, мы будем свято соблюдать. Я хочу, чтобы понимали, ни один волос с предпринимателя и бизнесмена, который к нам пришел и честно работает, упасть не должен. Мы ни в коем случае не должны, знаете, как-то в моду превратить, задушить какого-то предпринимателя-бизнесмена. Это люди, которые работают на государство и приносят пользу государству. Только единственное, налоги надо платить, людей, которые у тебя работают, не обижать. Нельзя, чтобы ты набивал свои карманы, а люди полунищенское там существование вели. Вы помните, в канун выборов я ставил жестко вопрос, что нам надо установить среднюю заработную плату, ниже которой нельзя. И вообще бизнесмены, частные структуры должны чуть-чуть выше, чем средняя зарплата платить. Это, ой, как не понравилось бизнесу, как это я отдам деньги. Это же люди на тебя работают. Эти же люди у тебя работают, на тебя работают, приносят тебе деньги. Это же не значит, что ты 10%, грубо говоря, им отдал, а 90 себе в карман положили. Такой бизнес никому не нужен. И обратите внимание на политику Китая. Компартия Китая Си Цзиньпин заявил о том, что богатые должны помочь бедным. Надо делиться, вы заработали, прилично заработали, помогите бедным. Должно быть общество среднего достатка. Это вот недавно они объявили этот тезис. Мудрые китайцы, богатейшая страна. А мы всегда проводили эту политику. Если ты заработал, ну поделись с теми, кто на тебя работает. И плати налоги. Но главное, мы ни в коем случае не должны накатывать. Хоть они и гадко себя повели некоторые ИПшники, Айтишники и прочее. Нельзя просто вот взять и их за что-то наказать. Не надо искать повод, причины и так далее. Пусть работают по закону. Нарушил закон, на всю катушку пусть отвечают. Я хочу, чтобы бизнесмены меня услышали, что никто с ними сводить счеты не будет. Кто-то ошибся, кто-то заблудился, кто-то неправильно понял чего-то. Надо с ними объясниться. Я готов даже на моем уровне это делать, если вы найдете соответствующую форму. Но те, кто работал честно у нас, те, кто хочет к нам прийти работать, мы должны их принимать как своих людей, которые создают благо для народа и для государства. Перегибу нельзя допускать. Ни в коем случае. Я не вижу таких перегибов, но не хочу, чтобы они были и в будущем. Но понимать надо одно. Государство и народ это все. Все мы должны на это работать. Кто этого не понимает, но это их проблема. Все мы должны на это работать.